Ну, в общем, легкий у нас багаж. Сколько ты много взяла нарядов-то? Вообще не взяла. Германия, Франция, Испания побоку. Поехали по российской глубинке. Да. Вот мы едем по самому маленькому городу России. Здесь всего лишь 866 жителей. И много в куриц. Да хера я сказала. Чекалин нас встретил дождем и полным безлюдием. Ну, честно говоря, я ждал больше. Что это у нас? Какие впечатления от города Чекалин? Ой, ну, наконец-то мы добрались до славного города Адоева. Впечатление очень симпатичное. Такой маленький, чистенький, аккуратненький городок с очень симпатичными домиками. Но он, конечно, знаменит в первую очередь тем, что это является родиной филимоновской игрушки. Даже в самом страшном сне я не могла додуматься, что это медведь. Цивилизация! Сейчас мы увидим вид, который открывался генералу Мирковичу со своего усадебного дома и его потомкам. Люблю озера синие, чего-то в полях ромашки рву. Но это любовь к России во мне здесь проснулась, ребята. Ну что, друзья, это канал «Эконом-класс», канал о бюджетных путешествиях и разумном потреблении. Сегодня у нас самое что ни на есть бюджетное путешествие. Мы едем по Тульской области. Это моя близкая подруга, мой попутчик. Ну, понимаешь, подруга. Она попутчик, собутыльник, собеседник и вообще хороший человек. Инесса, всем привет! Мы решили поездить по маленьким историческим городкам. Первый наш путь лежит в Чекалин. Прямо 89 километров. Вот, 89 километров. Вот, так что, ребята, у нас впереди 3 часа. По дороге, может быть, покажем вам красоты Тульской области. Может быть, даже покажем вам общепит Тульской области. Да, мы же можем остановиться. Да, конечно, нам нужно будет покушать обязательно. Вот, так что следите за новостями. Кстати, у меня где-то здесь дача. Смотри, какая девочка едет! Вот как только мы въехали, ну, правда, в Калужскую область, ну, а раньше Калужская, Тульская, они такие были очень близкие, все передавали друг другу разные города, то сразу улица Толстого появилась. Ну, и понятно, что... А еще, кстати, одна визитная карточка Тульской области, это, конечно, Лев Николаевич Толстой и его родовое имение Ясная Поляна. Вот я, честно говоря, нет, я люблю какие-то произведения Толстого, но я почему-то не люблю его за Анну Каримину, потому что вот прям сквозит в каждом произведении Толстого, вот в этом произведении Толстого, нелюбовь к женщине, которая живет вот не по тем законам, установкам, которые были приняты у Львана Николаевича Толстого. Вот это женщина, должна любить мужа, рожать ему детей, служить ему, и вот она хорошая. Если она ему изменила по страстям или просто по большому любви, значит, ей только одна путь под поиском. Мне, например, жалко его жену. Вот мне реально было жалко его жену. Мне кажется, он тираном был. Да, да. Нет, он просто... Вот ее в свое время обвиняли в том, что он там написал кучу произведений и решил завещать это народу, государству, а жена была против. Интересно. Она работала не меньше его, она переписывала вот эти тонны его произведений, а она родила ему сколько семейных детей, не помню сколько, и теперь все это отдать государству. Он вообще думал, чем он этих детей будет кормить. И вот, и он непонятый, непонятый взял, ушел из дома и на какой-то из железнодорожных станций умер. Вот он великий писатель, но, честно говоря, жену мне его жалко очень. Хотела бы ты служить гению? Гению хотела бы служить? Нет, я не смогу, я сама гений. Вот такие у меня скромные подруги, понимаете? И за что люблю? Я люблю Филисс. Ниже, нет. Юля, ниже, чем этот номер. Нашла, нашла, нашла. Молодец. А видео и пишется все. Вот мы едем по самому маленькому городу России. Здесь всего лишь 866 жителей и много куриц. Да хера я тебе сказала. Мы ищем... Что мы ищем? Лихвинское городище, откуда, собственно, начинался город Лихвин, нынешний Чекалов. И вот где-то скоро будет поворот на правах. Так получается, что гид говорит одно, мы приезжаем на это место, а там ничего нет. Вот гид нас привел на место, где начинался город Лихвин. Мы оказались в больнице. Больница, правда, красивая, да? Вот мы посмотрели на Лихвинскую больницу, кстати, на фоне всех остальных таких достаточно полуразрушенных деревенских зданий. Она смотрится так модерного, она из стиля модерна сделана. И сейчас мы едем в центр самого маленького города России, напоминаю, Чекалина, чтобы посмотреть на дом кувцов, торговую площадь, ну и всякие местные вкусности, если они, конечно, будут. В общем, Чекалин нас встретил дождем и полным безлюдьем. Мы сейчас находимся на торговой площади Чекалина и рядом с одной из достопримечательностей домом купца Пронина. Вот он у меня за спиной, беленький домик, посмотрите, да? Беленький домик. В общем, купец Пронин, видимо, чем-то сильно отличился. Он, как многие купцы, он помогал, строил церкви, построил казначейство, в котором банк находился. И, видимо, это немногие из сохранившихся зданий, старинных зданий лихвина, нынешнего Чекалина. Поэтому считается достопримечательностью. Ой, ребят, что-то у нас не получилось экскурсии по Чекалину. Ну, во-первых, очень плохая погода, ветер и дождь, и потом... Ну, честно говоря, я ждал больше. Что это у нас? Какое у тебя впечатление о городе Чекалина? Ну, скажем так, сильно провинциальный городок, будем говорить, ласково и нежно. Сильно-сильно. Просто дело в том, что у меня ощущение от этого города как будто остались какие-то следы. Было и роскошь, вот дом Сабронина, рядом с этим домом какие-то стоят. Не, ну, когда Ака не обмелела, пока Ака не обмелела, я думаю, что этот городок жил хорошо. Просто видно по тем зданиям, которые я снимала, они уже сейчас в жутком состоянии, но они просто видно, что они такие, ну, больницы модерн, там еще здания с каким-то флигелем, ну, в общем, что называется следы былой роскоши, но очень-очень былой. Чекалин раньше был городом Лихвином, а раньше, еще во времена Ивана Грозного, в это время, по сути, и узнали о Лихвине, он входил в так называемую засечную черту. Засеки – это был такой комплекс оборонительных сооружений, который охранял Москву, ну, и русское государство от набегов крымских татар и нагайцев. И эти засеки представляли из себя очень интересные сооружения, то есть, брали деревья в средней и большой такой крупности и длины и складывали их рядами, либо крест-накрест, делали такой острый конец и этим острым концом направляли в то место, откуда якобы должен прийти противник. И, собственно, это, в самом деле, было таким достаточно большим препятствием для иконницы и для пехоты. И вот Лихвин как раз был таким городищем, который стоял рядом с этой засекой. Обожаю вот эти провинциальные дома культуры, стиль сталинского ампира, классика, классика. Ой, ну, наконец-то мы добрались до славного города Адоева. Впечатление очень симпатичное, такой маленький, чистенький, аккуратненький городок с очень симпатичными домиками. Но он, конечно, знаменит в первую очередь тем, что это является родиной филимоновской игрушки. филимоновской игрушкой в Адоеве появилась. Потому что здесь особенная глина, синяка называется. Вот она такая, такая синенькая. Ну, она синенькая, серо-синяя бы сказала. А в чем ее уникальность? В том, что если ее обжечь, то она становится вот такой беленькой. Прям белая, как будто краска покрашена. На самом деле, она совершенно не покрашена краской, она просто после обжига становится такой белой. Филимоновская игрушка, у нее такие три цвета фирменных. Это красный, желтый и зеленый. Собственно, почему эти цвета были выбраны? Потому что это такие природные краски. Все кратители делались на основе корнеплодов, ягод. Это красный, желтый, зеленый. Поэтому использовались в основном эти три цвета. Но есть, пойдем со мной, есть еще редкий случай, когда вдруг филимоновской игрушки. А можешь приблизиться сюда? Вот синий цвет, да? В филимоновской игрушке появляется синий цвет. А это тоже, скажем, редкий случай. Такие штуки мог позволить себе только очень богатый человек, потому что синий цвет давали только чернила. А чернила были очень дорогими. Поэтому мастера филимоновские не могли себе позволить, но время от времени, видимо, экспериментировали. Что касается экспериментов. Здесь есть, что совершенно не свойственно для филимоновской игрушки, я, кстати, их не вижу. Ты видишь глазурь? С глазурью? Была с глазурью. А, здесь вот, сюда вернись. Посмотри. Вот глазурь, да? Это тоже из разряда экспериментов. Как был синий цвет, и так вот решил проэкспериментировать. Фактически такой очень известный человек в Адоеве, Денисов. К сожалению, я не запомню. А, Денисов Николай Васильевич. Денисов Николай Васильевич, он экспериментатор такой. Он собирал бабушек от Садоева, и они вот таким манером все вместе разрисовывали игрушку. Но пришел Водой в ГОСТ. Это было в советское время, и почему-то решили филимоновскую игрушку делать согласно ГОСТу. И тогда Денисов придумал весьма оригинальный способ уйти от ГОСТа. Они просто перестали работать официально в цехах и ушли в надомную работу. Таким образом, филимоновская игрушка, я не знаю, с другими народными промыслами не сравниваю, но филимоновская игрушка избежала ГОСТа и сохранила свои традиционные качества. Филимоновская игрушка возвращает нас в языческое прошлое Древней Руси. А вот все эти рисунки солнца, полосочки, дорожки, рога, символ солнца, это все символы языческой Руси, языческие символы. В то же время она же еще и свистулька. Ну, свистулька тоже не случайно, потому что связана с какими-то ритуальными действиями. Я вот, кстати, не знаю, можно посвистеть. Вот, смотри, попробую посвистеть. Прошу, кстати, свистить так. С одной стороны, были ритуальные действия, связанные со свистом, а с другой стороны, дети были просто в бешеном восторге, потому что, ну, это же игрушка. Сейчас, кстати, это больше сувенир, а раньше с ней игрались. И последний вопрос на засыпку. Инессика, ты знаешь ответ на этот вопрос, молчи. Экскурсовод спросил нас, кто это. Вариантов было множество. Я сказала, что это дракон. Кто-то сказал, что это жираф. В общем, знаете, даже в самом страшном сне я не могла додуматься, что это медведь. А это прообраз. Вот это прообраз. Этого медведя на фотографию. Прообраз этого медведя. Медведь, который смотрится в зеркало. Мастер просто взял и изобразил медведя, который смотрится в зеркало. Но почему у этого медведя такая длинная шея? Опять же, все связано с глиной. Когда там делают шею, например, для животного, то глине свойственно оседать и немножко так в сторону уходить. И мастер вынужден немножко подтягивать, подтягивать, чтобы не кривая шея была. И так получилось, что все филимоновские игрушки с длинной шеей. И это стало еще одной визитной карточкой филимоновской игрушки. И вот такой классный же медведь. Но я художник, я так вижу. Вот это всегда, оригинальность, это всегда главное качество большого художника. Ну что, расскажи мне, какие у тебя, после Чекалина, что для тебя значит город Адоев? цивилизация. Ура! Есть на что посмотреть, где перекусить. Да и вообще люди есть, оказывается, в этом Адоеве. Приезжают, конечно, к музею одни москвичи. Машины, сплошная Москва. Вот, кстати, ты стоишь рядом с домом, который нас поразил. Он такой не Адоевский, да? Ну он в стиле сделан дворцов начала 18 века. Нет, конца. Начала 19. А здесь написано, что это было? В этом здании? Что там? Тульское губернии, женское училище. Слушай, неплохо, да? Мне кажется, это такое подражание Смольному. Ну, да, в принципе. Мы тоже нехотно. Благородных девиц. Друзья мои, вы видите этот памятник? Это я, а это памятник. Теперь посмотрим внимательно. Памятник называется Кузя и мама. Ну, нетрудно догадаться, да? Это Кузя, это мама. А памятник называется Кузькина мать. Теперь внимательно. Обратим внимание на то, что этот памятник это вообще памятник советской эпохи. Ну, такое воспевание материнства, которое взращивает молодых строителей коммунизма. И вот жители Адоева взяли и перекрасили его в цвета филимоновской игрушки и назвали этот памятник Кузькина мать. Ну, не круто, мне очень нравится. И еще один пример необыкновенно необыкновенно живописной и заощренной советской скульптуры. видимо, строительница коммунизма почему-то держит в руках фонарь. А рядом с ней строитель коммунизма тоже держит фонарь. Это вход в центральный парк Адоева. Так, еще одно симпатичное место в окрестностях Адоева есть тут такое село с очень прикольным названием Никола Жупань. Так вот, в 19 веке владельцем этого села стал генерал войны 12-го года Миркович. И он здесь построил такую типичную дворянскую усадьбу с усадебным домом, с хозяйственными постройками, с парком. И отсюда открывается замечательный вид на речку и долины. И эта усадьба имеет довольно интересную историю. Потомки Мирковича жили в этой усадьбе до революции 1917-го года. В 1918-м году усадьба была, как все усадьбы национализированы. Здесь открыли школу крестьянской молодежи. А в 1932-м году здесь открылся дом отдыха союза писателей. В этом здании отдыхали Серафимович, Пастернак и другие известные писатели и поэты. И вот настал час в 1920-м году усадьбу реконструирую. Сейчас она выглядит очень неплохо, но надеюсь, что будет выглядеть еще лучше. сейчас мы увидим вид, который открывался генералу Мирковичу со своего усадебного дома и его потомкам, и Серафимовичу с Пастернаком, и крестьянской молодежи. Теперь он открывается нам. Такая куча желтого песка как тебе Никола Жупань? Жупань великолепна. Вот за что люблю, мы как раз размышляли с НС, что сколько там, 3 километра от Москвы, сколько, 3 часа езды от Москвы до всех этих мест, ощущение, как люди в большое путешествие отправились. И даже в этих небольших путешествиях тебя всегда ждут микрооткрытия. Ну что, куда мы идем, Инессик? Ну, в память это, наверное. Идем к Соборной горе в городе Адоево. Говорят, отсюда открываются сумасшедшие виды на какой-то монастырь. Мы, как всегда, с Инессой в гордом одиночестве. Привет, привет. Да. В прекрасном одиночестве. Подождем. Он уже не сильный. Так, и тут у нас какая-то стелла. Сейчас мы узнаем, что это за стелла. Адоевское городище. Адоевское городище археологический памятник XII-XIII века федерального значения. В XVI-XVII веках Адоев стал одним из основных элементов большой засечной черты. Но после расширения на юг территории московского государства в конце XVII века крепость утратила оборонное значение и пришла постепенно в упадок. Адоев тоже был частью засечной черты. Так же как и Чекалин. У меня ощущение, что вообще все города вокруг Москвы строились только для защиты московского государства и Москвы. Мне кажется, вот с тех пор Москву не полюбили, да? Потому что вот они все защищают, жиру бесятся. Монастыря не режу в упор. Я тоже, кстати. Может быть, из той беседки видно. А посмотрите, какая красота! Вот отсюда очень красивый вид. Ой, какая прелесть! Люблю озера синие, чего-то в полях ромашки рву. Что там дальше? Назову тебя Россией единственной зову. Но это любовь к России во мне здесь проснулось, ребята. Мы, понимаете, мы в самом деле великая культура. Мы великая страна. У нас, понимаете, такая же широкая душа, как эти просторы. Любите Россию, путешествуйте по России. Она великолепна, самобытна, она необычна, она очень талантлива, она очень добрая. Нравится мне здесь. Боже как я люблю солнце, как я люблю когда тепло. Мы сейчас держим путь. Еще один старинный тульский городок называется Венев. В этом маленьком Веневе, в этом маленьком городе населением в 13 тысяч человек 32 героя Советского Союза. У меня за спиной центральная площадь Венева с традиционным памятником Ленину. А еще одна достопримечательность не только Венева, но и всей Тульской области это Николаевская колокольня. Слушайте, я даже не могла предположить, что это ничем неприметное здание связано с любимым героем русских анекдотов поручиком Ржевским. А еще в Веневе есть своя Красная площадь. Я сейчас на ней стою. И вот кто только не жил на территории Венева. Оказывается, в древние времена здесь жил самый настоящий носорог. И не один, а в компании с мамонтом. Я сейчас почувствую себя диггером, потому что в Веневском музее есть одно потайное место. Ученые обнаружили потайную лестницу 17 века. Добрые сотрудники музея мне разрешили туда проникнуть. Спасибо большое. А что я называю? Обеспечив даже фонарем. джонарем мит елки моталки он так страшно. Местные Веневские забавы пускание змеев воздушных. Ой, красота какая. Ты умеешь змеев пускать? Я убьюсь. Я поела, Майка. Что ты поела сегодня? С молочком. С молочком. Классно. Сахарку или варенье положила туда? Да. Любишь сладенько-нибудь, да? Да. Вот только что мы сейчас идем с Воскресенского собора. С этого места началась история современного Венева. И там находится уникальная реликвия. Это икона Казанской Божьей Матери, плачущей. Как тебе, кстати, Володя? Понравился? Очень он неординарный. Такой спокойный, удовлетворяющий. Много интересных вещей. Есть что посмотреть. Есть чему удивиться.